Нет. Тут надо различать подход и различать метод. Подход это максимальный метод использует восстановительные свойства. А метод, это в данном случае был использован, это то, что я там вмысил дополнительную органику, не убирал ту органику, которая там нарабатывалась, не пахал, не сеял специально и так далее. То есть это все методы. Но применительно в каждой экосистеме, в каждой ситуации надо отрабатывать свою методику. А что касается, положим, при сильных участках, сильно разрушенных, то в этом случае положим этот метод в прямом использовании не годится. Потому что, ну что, выносите все помои, забрадем из этого, раз из этого пастбища, поливать это, но всегда все будет высыхать в этот момент. То есть у меня-то было, у меня была, что-то сказать, система. И потом-то я выбрасывал не с самого начала, когда я убедился в том, что у меня этого свирья на разрушилось достаточное количество. Вот у меня, положим, значит, вот один из первых предметов в органике. На моем участке появился дневной павлиний глаз. Да? Редкая бабочка. Я создал условия, пожалуйста, появился, да? Это как бы вот эти первые результаты. Я просто как бы двигался приблизительно в этом направлении. В этом году у меня выбился, значит, этот полочайный брашник. Да? Тоже гордость тоже определенная. То есть вот эти вот мелкие такие штучки вроде бы. А, приятно все-таки. Вот это, какие-то. Вот похорон выбился, да? Мы делали вот там. Я уже не говорю о там, о прочих разных вещах. Я жалею, что я специально, так сказать, не делал вот эту всю регистрацию. Я просто ходил, радовался иногда фотографировал и так далее. Но это все показатели того, что сам участок достаточен для поддержания каких-то, значит, частей разнообразия. То есть вот он ограничен, конечно, ни одну популяцию, ни какую-то толку не понежу. До исключения какие-то милинские. Милинская, она хоть впрыгает эту популяцию себе. А вот такие вот виды. Ну, положим, вот один год вывелся на холм, потом больше у меня не было его. Хотя вроде условия опять же есть. Вот. И так далее. То есть вот это вот все, как бы, с одной стороны, целенаправленное действие, с другой стороны, значит, они обязательно соответствуют вот тем условиям, которые... И потом, вот я бы, например, не взял на себя смелости сказать, что у меня там появится, что на каком ударе. Я просто в этом направлении действую. Я позволяю природе самой, так сказать, выбирать себе возможности, создавая эти условия. Вот. Вот это должно быть, это принцип просто действия. В этом направлении надо действовать. Я уже привожу. Лучше тебя знать. Что тут сделать с этим участком, который ты избавил от своему грязи. Да-да-да. Возвести. Да. Возвести. А вот вы, в основном, стремились к тому, чтобы получить естественную зарядку, а проводили ли вы опыт, какое-то совмещение с культурами техопонятников? Ну как, у меня... Я не говорю просто, что это сельхозейство, но у меня там весь двор в цветах. Вот тут положим я... Если бы я торговал цветами, то я бы мог тоже получать определенную прибыль. Потому что у меня, положим, кустов роз больше двадцати, да? Вот. У меня там, положим, этих ирисов только сортов больше тридцати и сорока, да? И так далее. То есть у меня там... Я мог приносить это все на продажу. То есть это уже, как бы, могло быть отчасти товарное хозяйство. Хотя, в общем-то, там, как бы, самое минимальное вмешательство в городе. Это я говорю про розы. У меня больше двадцати кустов винограда, да? Пожалуйста. И это есть. Это при нормальном... Мне просто некогда им заниматься. А так... Однажды... Я просто вот собрал... Мне было... Ну... Я заставляю своих там родственников приходить собирать, потому что со мной некуда этим заниматься. А вот однажды я собрал там... Ну... Ну... Несколько... Таких вот... Таких вот... Порытых... Винограды просто с большим трудом... Чуть ли не пеньками заставил всех это... Приходить и разбирать. Ну, если... То есть... Это... Это уже почти товарное производство. Мне... У меня, например, никаких нет проблем с приправой для еды. Потому что там... Петрушка... Значит... Чусай... Там... Прочие-прочие... Те, которые... Обратите внимание... Многотребники. Ну... Они у меня там растут. Вот... И... Порался... Выкусили... Блограды. Вот когда... Были... Прежние хозяева... Там... Была блутация... Ну... Не блутация... Но... В общем... Одна грядочка... С... Клубникой... Так... И эту клубнику... Начисто съедали... Вот... Те же углубки... И прочие... Такие вещи... Но я сначала положил... Притущил... Эээ... Жабу... Ну... Как-то абсолютно... Хорошо борется... И так далее... Истрематейная... Вот... Жаба очень приятная... Во всех отношениях... Я в нее был... Люблен... Вот... Ну... В конце концов... Ушла из моего сада... Условия... И так далее... Ну... Я не заметил... Там... Положительного здесь... Кроме как... На меня... А так... Вообще-то... Вот... Потом я... Как-то... Махнул рукой... Что со всем этим бороться... Клубники мы вообще-то не видели... Сейчас клубники... Сколько хотите... Да... Потому что... Этим несчастным улиткам... Есть... Что есть... Кроме клубники... Тогда там... Голая... Земля... Одна только... Клубника... Ну что... Несчастным делом... Клубнику... Сейчас клубнику... Они даже не едят... Да... Вот... Спокойно... Да мне все равно клубнику собирать некогда... Пусть она живет как хочет... Я живу как хочу... Малина у меня там тоже... Да черта... Тоже некому собирать... Мне просто некогда... Ну... Я вот единственным чем могу заниматься... Я выбрасываю... Детейши... Шкурты... Все... Пусть они все живут... Что хотят... Вот... У меня было огромное количество муравьев... В этом... И огромное количество твил... И огромное количество... Это... Ложенщитовки... Это все... Вдавило... Персики... Все... 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 Я... Сейчас ничего этого нет... Сейчас твя как вид существует... Ложенщитовка как вид существует... Муравей как вид существует... Но ни того ни другого нет... В большом количестве... Все понемножку... Как и должно быть... Они все... Взаимно уравновесились... И... Спокойно сосуществует... Другому... Ведь вредитель... Это что? Тогда... Это... В чрезмерном количестве... А так... Он должен присутствовать... У меня... Там... Положен... Вот... Я перестал... Были ли вот... Яблони... От прежних хозяев... Я перестал... Будем с всякими... Ядохимикатами... Первые урожаи... Полностью... Были сужены... Ну вот... Потом... У меня... Все эти... Так сказать... Пиаденицы... Там... И так далее... Плодожорки... Все они там... Живут сейчас... А... Яблоки... Нормальные... Ну там... Несколько... Черноточек... На нескольких яблоках... Вообще... Так оно должно быть... Показатель... Частоты... Цветы... Да... Да... Я... 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 Я...